Друзья, всем привет! Сегодня я хотел быть максимально трендовым и актуальным, чтобы набрать больше просмотров. В этом ролике я вам покажу 5 осенних образов, которые составлял лично я. Я старался, чтобы они были максимально трендовыми, актуальными, классными, хайповыми, стилёвыми, суперскими, гламурными и всё такое. Надеюсь, что вам понравится этот ролик, но перед этим вам нужно поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Надеюсь, что вы это уже сделали, иначе я вас... Ладно, на самом деле я просто хочу поделиться некоторыми своими обновками в гардеробе, потому что я их пока что не выгулил. И пусть хотя бы вы их лицезреете, пожалуйста. Приятного вам просмотра. Надеюсь, что вам правда понравится этот ролик. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Самый главный и важный элемент каждой осени для меня это хорошее пальто. Поэтому начнём именно с образа с ним. Я купил его ещё два года назад, когда ездил в Санкт-Петербург в Даша. И тогда я уговаривал её съездить на удельный рынок в минус 35 градусов, и она на удивление согласилась. В такой мороз было очень трудно что-то найти. Половина рынка уже закрылась, и мы вернулись на следующий день и нашли совершенно случайное пальто. Оно шерстяное, с красивой каёмочкой и отличным кроем. Вешается на крючок, кстати, на медной цепочке. Не знаю, зачем я это подметил, просто оно мне нравится до мельчайших деталей. Ни в одном магазине я не смог найти хотя бы приближённое что-то к этому. И стоило пальто на тот момент всего 3000 рублей. Скидку я выпрашивал, но мне её не дали. Но, извините, какое оно всё-таки красивое. Снизу уже заношенные, но такие любимые низкие конверсы. В последнее время понимаю, что я устал от высокой подошвы или от дедшузов. Хотелось классические кроссовки или кожаные ботинки. Но я такой привереда, поэтому буду искать ещё долго. Прюки у меня из турецкой Zara, которые на мне просто идеально сидят. Базовая белая футболка из Uniqlo и жилетка от той же самой Zara. Очень нравятся детали в виде часов, серёжек, сумки для камеры и кожного ремня с металлической, не знаю, пляшкой. Так я ходил и буду ходить в прохладную погоду а-ля 5 или 10 градусов. Почему-то я постоянно недооцениваю эту вельветовую рубашку. Редко обращаю на неё внимание и рез и начинаю мерить, то сразу же отбрасываю и надеваю что-то другое. Заметил, что мой гардероб снова начал превращаться во что-то чёрное, и это мне не совсем нравится. Поэтому всё чаще и чаще начал уделять времени поиску вещей. Пока на самом деле безуспешно, но, кстати, во всех образах будут какие-то повторяющиеся вещи, чтобы вам показать, как они могут выглядеть совершенно по-разному просто с другими вещами. Одни из таких джинсы из тогдашней Бершки за 600 рублей было, конечно, время. Мне очень сильно нравится сочетание зелёного, белого и голубого. У этого образа как будто бы есть чёткое предназначение – гулять по осеннему жёлтому магровому парку. Постараюсь чаще носить это сочетание, так как оно мной как будто бы недооценено. В отфете я поменял только верх, но настроение стало каким-то более учебным. Для кого-то из вас это будет наиболее актуально, я не знаю, студенты, школьники. Эти фрагменты я снимал в местной кофейне, и называется она пространство-дом. Просто посмотрите, как я подходяще выбрал локацию. В последнее время у меня было очень тревожно, я увольнялся с работы и пробовал что-то новое. Поэтому я решил себя порадовать чашечкой грушевого напитка и параллельно расписывал, планировал свою неделю, чтобы спокойно выполнить все задания по рекламе и по блогингу. Сверху на мне винтажная рубашка из московского секонда, не помню как она называется, поэтому неважно. Свитер это онлайн сэшки, который уже не существует, и краешки от рубашки, и создаётся небольшое ощущение случайности, как будто бы я куда-то очень сильно торопился. Но мне нравится, как это выглядит. Также я не очень люблю, когда кто-то надевает чёрное с тёмно-синим, а свитер именно тёмно-синый, поэтому я ношу его только с этими джинсами. Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, что мне этот образ напоминает, но он мега хороший. Наверху у меня идёт курточка от Uniqlo, свитер от моей подруги и кулон из мишки, который мне подарили на день рождения в прошлом году. А снизу, ну вы уже и сами это видели, я уже объяснял. Просто предлагаю вам послушать это, вместо моих объяснений. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok